Добрый день, страна! Добрый день, Украина! Добрый день, Пётр Алексеевич Порошенко! Сейчас я хочу рассказать тебе и твоему народу, почему же тебя так ненавидит простой украинский народ, который 31 марта будет принимать решение и в последний раз тебе доверять. Причина ненависти собственного народа и колоссального количества к тебе, с одной стороны, это коррупционеры, которые не хотят никаких изменений, а с другой стороны, простой народ, простой труженик, который пытается строить независимую Украину со своей уникальной культурой, со своей уникальной историей. И вот этот простой трудовой народ, на который нужно и можно, казалось бы, положиться, пытается строить государственность, опираясь на твои посулы и обещания. Но в чём же твоя основная проблема? В колоссальной коррупции. Понятно, что ты не можешь бороться со всем, создано НАБУ или, как в народе называют, НАИБУ. И огромная армия людей, которые призваны по закону и по своему местоположению бороться со всеми правонарушениями, то ли нарушениями Конституции, то ли нарушениями обычных стандартных законов. Кто же эти люди, кто вызывает тем или иным путём, путём саботажа, ненависть к первому лицу государства? Ведь так повелось, будут ненавидеть ни мента, который не принял к рассмотрению уголовное дело, ни судью, который не рассматривает, а будут ненавидеть тебя, потому что ты являешься гарантом Конституции, и ты являешься той последной надеждой, к которому устрелены взгляды и надежды миллионов украинцев, которые поверили тебе, которые на штыках водрузили тебя во власть, и которые на протяжении пяти лет никак не могут дождаться от тебя решений. Да, крики идут, что ты ничего не сделал, на самом деле ты сделал много, но коррупционеры, которые хотят дальше продолжать насиловать родную страну, которые хотят не соблюдать законы, и именно на несоблюдении конституционных норм и законов, и уголовного кодекса Украины будут спихивать все стрелки на тебя, для того, чтобы тебя сделать виноватым, а на самом деле самим сидеть на своих тепленьких местах и продолжать грабить свою родную страну. Где же основные коррупционеры? Это прежде всего чиновники самых разных уровней, но самые большие коррупционеры и саботажники. А саботажники почему? Потому что у нас идет уже на протяжении пяти лет война с РФ, война с бандитскими кланами, которые за долги забрали Крым, за украинские долги перед РФовскими олигархами забрали Крым, отжали восток Украины и продолжают дальше свою гнусную войну, наживаясь на смертях колоссальные богатства. Кто же эти люди? Кто же коррупционеры, которые путем саботажа помогают нашему РФскому врагу и дальше разрушать Украину? Тех саботажников, которые не позволяют строить свободное, независимое, сильное государство Украина. Прежде всего это люди, силовики, это коррупционеры полицейские, это коррупционеры судьи, это коррупционеры сотрудники службы безопасности Украины, которые с саботажем, своим невыполнением конституционных норм и законов Украины по сути дела работают на нашего врага Эрефию и господина Путина, который старается развалить украинскую государственность. Пять лет идет война, а коррупционеры продолжают разваливать страну. Простой пример. У одного моего хорошего знакомого, соседи, алкоголики и наркоманы при попустительстве полиции сожгли хозяйственно-бытовые помещения в отместку за то, что этот человек, защищая свою честь и достоинство, поступая как законный гражданин, открыл уголовные дела, подтвержденные судами на коррумпированных сотрудников, офицеров, полиции и службы безопасности, несмотря на то, что суды подтверждают его правоту, подтверждают, что все факты, указанные им на коррупцию этих саботажников, этих офицеров силовых структур, дела не рассматриваются. Около десяти лет он безуспешно, как законный гражданин, с законными методами борется с коррупционерами и теми людьми, которые своими действиями саботируют твои начинания по борьбе с коррупцией. А что такое саботаж? Что такое невыполнение законов? Это работа на твоего и нашего общего врага Эрефию. Это только лишь один вопиющий случай, где человек на протяжении десяти лет с законным путем пытается защищать свои права в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с законами, которые приняты Верховным Советом, которые утверждены разработанными высшими государственными органами. Но вот эти мелкие саботажники, являясь, по сути дела, пособниками террористической эрефской бандгруппировки, продолжают работать на врага, уничтожая украинскую государственность. Это только один из многих случаев, где человек с законным путем идет. А таких случаев десятки тысяч, если не сотни тысяч. И люди ведь не думают, а вот этот мент или вот эта тварь из СБУ, нарушая законы, пытается нажиться на горе людей, которые тормязят рассмотрение уголовных дел. Люди простые, понимая, что вот этот поганец, который, по сути дела, является украинцем, но на самом деле саботажником, пособником врага. И люди думают, что это ты виноват, что это ты их покрываешь. А вот эти саботажники, враги наши, они пытаются таким образом перекинуть стрелки на тебя, выбрать следующего президента и продолжать свое гнилое дело до того момента, пока Украина, как независимое государство, перестанет существовать. Вот, Петр Алексеевич, где твои основные ошибки. Я знаю, что в твоем окружении достаточно хамелеонов, которые поют тебе осану, а на самом деле продолжают работать на эрефию, разрушая наше украинское государство. Поэтому я знаю, что ты победишь. Я знаю, что другого пути нету, кроме как подавить сопротивление. Но, запомни, Петр Алексеевич, вот эти все саботажники, враги украинского народа, которые засели прежде всего в силовых структурах. Ведь многие судьи правильно принимают решение. Виноват. Но силовые структуры, многие коррумпированные чиновники с твоего окружения, с самых разных позиций, которые занимают государство, они же больше беспокоятся о собственном кармане, но не о благополучии страны и, в конце концов, твоем благополучии. Как можно зарабатывать большие деньги в стране, которая насквозь прогнила коррупционными схемами? А борьба очень проста. Нужно, чтобы работали законы и нужно, если не помогает, создавать чрезвычайные комиссии с особыми полномочиями, которые будут приводить в соответствие с законом ситуацию в стране. Если ты не начнешь восстанавливать закон и порядок в нашей родной стране, Петр Алексеевич, я тебе сочувствую, тебя ждет и хотят тебя подвести к ситуации, как в свое время с Еленой и лидером Румынии Чаушеску. Если это произойдет, тогда следующий президент будет делать то же самое, а коррупционеры будут тихо радаться, что льется наша украинская кровь в братоубийственном противостоянии, а Эрефия и бандиты Эрефии будут торжествовать. У нас идет война. Враг нашей государственности это саботажник-коррупционер, который покрывает преступников, засевших силовых государственных структуров и который не выполняет законы, которые хотят перекинуть всю ответственность на собственный, творимый бардак и беззаконие именно на тебя. Так что, Петр Алексеевич, я хочу поздравить тебя. Расслабляться не надо с успешными выборами. И если ты не примешь правильного решения, уж не обет суть. Над всем этим есть Бог и законы справедливости. С вами, друзья, был канал Конпери и Константин Перегуда. Принимайте правильное решение для того, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Павел Корчагин Как закалялась сталь.